Здравствуйте, дорогие мои, как ваше настроение? Я сегодня с утра как вышла из дома, только что зашла домой, дорогие мои. Столько делов делала, я думаю, что даже молодых не успеет, чтобы сегодня столько дел делать, как я с невестой, конечно, делали. Я приехала, мой внучок, бегом ко мне, бабулечка, мне подарили. Я говорю, что тебе подарили? А у нас, говорит, в классе девочка, у них сегодня праздник, подарили мне сладости, печенюшки там, кафета, мамфета. Почему я это говорю? Мы живем в России, мы живем на Кавказе, у нас дети учатся с мусульманами, работаем с мусульманами, соседи много есть мусульманами. Я хочу поздравить всех мусульманам с праздником Ураза Байран. И хочу желать добрый счастье, доброго времени, добрый мир по всему миру, дорогие мои. Еще хочу, конечно, уже поздно, но желать вам хороший день, хорошего настроения, дорогие мои. Но я хочу еще вам сказать, это еще не все, я еще работаю, ждите новый контент. Индийские модели, индийский фильм еще продолжайте, я еще не закончила, так что ждем. Еще хочу заодно сказать спасибо, огромное спасибо за день, у меня полтора миллиона, миллион двести просмотров было. Огромное вам спасибо за внимание, за такие хорошие комментарии. Я не знаю, у меня слов нету, а я хочу гордиться, что мне 57 лет, я у себя дома, и режиссер, и продюсер, и артистка, и индийская артистка. И, в общем, как хотите мне читать, это была моя мечта, которой мне все подруги подарили, сари, подарили занавеский материал, подарили хорошие, то, что я одела, дубайская одежда. Я хотела играть эту роль, индийский, и оставить моих внуков и для вас память. И я сделала мою мечту, желаю, вы используете вашу мечту, дорогие мои. Смотрите, дорогие мои, вот эту картину мне подарили в Армению, в Ереване. Когда я привезла на самолеты, все разбили. Я его сделала, отдала сделать, сегодня привезли. Смотрите, какая красивая. Это армянская машо-ахчик. Субтитры создавал DimaTorzok Уже лето начинается. Смотрите, какая у нас красота летная кухня. Аруса, скоро будем делать чашляки. У нас в циндель пускай провлекается. Уже чистенько. Скоро будем все здесь. Аруса, покажи, как все красиво. Пойдем, покажем. Чистота, порядок. Будем сидеть и кофе попить. С вами, дорогие мои. Вот так будем отдыхать все лето. Если, конечно, не пойдем в море, туда-сюда. Только не хватает моря здесь. А так у нас отдыхающее вот такое пространство, как будто для отдыха. Двор сделала специально для отдыха. Мне лишь бы, где бы я ни была, но мой двор лучше всех мне нравится. Потому что с ноля сами сделали. Поэтому у нас так уютно и приятно. Так что всем желаем хороший день, хорошего настроения. Не обязательно каждый день что-то готовить. Не забывайте, что я не футблокер. Домашняя, обычная женщина, которая готовит всегда много. А сейчас нам надо худеть. Меньше готовим. А у нас в плане очень много. Мы еще снимаемся. Очень много вопросов. И тетя Руси, что за картина. Конечно, всем интересно. А я еще не открыла. Хочу перед вами открыть и немножко рассказывать про эти картины. И кто мне подарил, и где это делаю. Вот сейчас я красиво открою, дорогие мои. Это мне подарила моя знакома Ануши. Когда я купила дом. И она сказала, я тебе хочу подарить от души такой картиной, чтобы ты всегда вешала у тебя в зале. И чтобы она была... Чувствовала, что это армянский дом. Армянский душу здесь положено. Посмотрите на эту картину. И представьте, как Раши одевали армянские женщины. Вот такой длинный. Даже лицо половина закрыта. Ну, украшений было всегда. Вот я тоже люблю украшения. Вот, пожалуйста, Раши. Но здесь они так красиво делали. Ручная работа, дорогие мои. Это легко так говорить в 5 минут. Но если внимательнее посмотреть. Все работа, ручная работа. И сделала, как ковер. Вешивка. Все вот, посмотрите внимательно. Здесь не одно такам и все. Это все ручная работа. Это наши армянские... Раньше был муж, вам, Алашкерт. Вот в этих 15-м году наши армянские женщины вот так скромно одевали. Это сейчас времена меняются. Почему я это хочу показать? Что наши детки не забыли, как были настоящие армянские женщины. Что наши детки не забыли, как были настоящие армянские женщины. Ручная работа. Это Армения. Очень хочу благодарить Ануши к тебе. И за такой подарок. Мне очень она понравилась. Несмотря что в аэропорту все поломалось. Я все отдала переделы. И с любовью буду вещать на новом доме. И потом я вам все покажу. Еще хочу вам показать. Она заодно подарила мне вот такую шкатулочку. Здесь армянский символ. Гранат и виноград. Это гранат. Это дорогие камни. Гранатовые. Настоящие. Смотрите, какая ручная работа. Красивая. Хочу вам показать, что внутри. Смотрите. Она мне подарила вот такое украшение. Здесь вышивка. Все ручная работа. И опять символ армянский. Гранат. Дорогущую камушку. И здесь. Дорогой камушками. Смотрите, дорогие мои. Как красиво. Еще если будет черное платье. Она будет смотреть очень красиво. Смотрите, какая красота. Все ручная работа. Полностью ручная работа, как ковьер. Только представьте, какой тонкий нитка мне это надо делать. Это просто говорить легко. Это еще раньше она мне подарила. То же самое. Смотрите. Тоже вот здесь все ручная работа, как ковьер. Это серебро. Это серебро. Смотрите, как красиво тоже смотрится. Так что огромное спасибо Анушчам, как дорогие мои. Все так красиво. И вот. Пожалуйста.